Как проходит отопительный сезон в Экибастузе? Этот вопрос находится на постоянном контроле главы региона, который в очередной раз посетил город энергетиков и горняков. Смотрим далее. В нескольких жилых домах глава региона проверил подаваемые параметры тепла и встретился с жителями. Дом по улице ОЭЗа, 79, несколько лет был без управления КСК и испытывал недогрев. Потом отряд манипуляций произвели, переподключили. Здесь санкционирующая задвижка есть, с другой стороны запитали ее. Сейчас перепадка. Появился 100 грамм. С учетом температуры наружного воздуха, в принципе, сейчас дом нормально продлился. 100 грамм почему-то маленький перепадок. Показывает 100 грамм, но по расходу воды нормально у вас, да? Сколько по расходу? Температура 67 на 46. Сейчас не смотрел. Здесь 3,5 куба. Нормально едет, так что делал. Падыш, а ну дождало бы тепло все. Падыш, а ну дождало бы. Как мы заложил варжаву? Нет, что вообще. Нет. Наоборот, я сидел. А, алтым без удара, он до проблем с болдовом, да? Он до алтым, до алтым, до алтым, до алтым. Он до алтым, до алтым, до алтым. Мода, да, болдов. Сейчас переподключили. В тарифе проблемы вагонные, исторические, недогрев. А он подключен откуда? С 7-й, 10-й, да? Получается с 7-й ТМК через 10-й была подключена. Вообще вот сейчас тепловики хорошую идею придумали, а все основные магистрали, которые у нас по кольцевой запитке идут, они все ее фактически перезапитали на 5-ю, 8-ю, 12-ю, но она реально тащит сейчас. Сейчас разгрузили даже 7-ю магистраль, сейчас гидравлические параметры на конце, вот она, 93-й, 101-й, 73-й, которые жаловались, везде все проблемы сняли сейчас. Как вот потеплело и дома прям хорошо жарко стало, мы прям окна открываем. А так до этого прям холодно было. Открыто ли? Да. Сложно открываем. Ну, посмотрим сейчас, как морозы повезутся. А этот перепад есть сейчас здесь, да? Перепад, да, 100-130 грамм где-то есть. Показывает на манометре 100-130, но при этом расход воды где-то 3-4 куба, расход хороший стоит. Это есть прибор, есть? Ты просто цепей. В этом году жильцы, выбрав новую обслуживающую организацию, провели целые сборы и выполнили значительную работу по ремонту внутридомовых систем тепла и водоснабжения, канализации. В следующем году планируют обновить кровлю. Решает вопросы жизнедеятельности своего дома и жильцы по улице. Кеншлер-93. Как отмечают жители, сейчас в квартире тепло. В случае проблем по отдельным стоякам принимаются необходимые меры. Здесь были заменены задвижки, входные. Разрывали на западе, не забрали. И выбрана шайба. Пробина на дрожжи. Пробина на дрожжи. А сапу сделали, поставили, все поставили. А тепловый узел тогда привезировали. И затопительный чрезвычайный лёд. Промыв, попрессовку. А все спрошло. Затем Асейн Байханов проинспектировал строительство новой дополнительной тепломагистрали ТМ-7-1, которая позволит устранить разбалансировку системы теплоснабжения города и улучшить гидролитические параметры нескольких районов. Сейчас там выполняется разработка траншеи, устройство монолитных лотков, сборка и монтаж тепловых камер, гидроизоляция, установка компенсаторов и другое. Также продолжается строительство новой резервной магистрали технической воды с насосной второго подъема до Экибастовской ТЭС. Из 12 километров тех водовода уже уложено и смонтировано более 7,5 километров. Завершить объекты планируют до конца года. Затем Асейн Байханов провел заседание оперативного штаба. На Экибастовской ТЭС в работе 4 из 10 котлов агрегатов в резерве 2. Ремонт оставшихся 4 котлов выполнен на 80%. Полностью завершить работы планируется до конца ноября. Как доложил Аким Экибастов за по поручению главы региона, специалисты жилищной инспекции совместно с тепловиками провели работу по 27 многоэтажкам, жильцы которых обращались по вопросам недогрева. По каждому случаю разбирались индивидуально и принимали необходимые технические решения, что позволило улучшить гидроизмический режим в данных домах. Асейн Байханов отметил, что благодаря проведенной работе в разы снизилось количество обращений от жителей Экибастов за и поручил продолжить подобную практику, особо обратив внимание на 182 многоэтажки, которые не имеют обслуживающих организаций. В целом уже жалобы прекратились, как только мы вышли на заданные параметры по давлению, по температуре. И наша задача теперь эти параметры удерживать и не допускать никаких резких колебаний. Это главная задача, которую я ставил перед акционерами Экибастов за теплоэнергию, а также руководством Павлодара Энергию, а также Экибастов за теплоэнергию. Поэтому необходимо действительно отметить, что в связи с тем, что как только мы наладили внутри параметры теплоснабжения, резко уменьшилось количество жалоб. Те дома, которые исторически не нагревали, даже по ним, вот мы сегодня проехали, дома на Уэзово, на Энергетиках, уже отмечают, что есть тепло. У многих дома, которые в дворе сейчас проходили, у многих уже окна там наискос открыты, тут тоже показывают, что дома тепло. Но с другой стороны, сейчас и температура достаточно, скажем так, высокая для ноября, поэтому будем придерживаться этих же параметров и стараться увеличивать в зависимости от температуры наружного воздуха. Также Асанин Байханов наказал продолжить разъяснительную работу с жильцами этих домов по избранию одной из форм управления, что необходимо для обеспечения сохранения имущества жильцов и обеспечения своевременного ремонта внутридомовых инженерных коммуникаций. Мурат Вилмажит и это Сахпарат.